Привет, дорогие друзья! Высылаю вам привет из солнечного Еревана В этом влоге я фактически буду в трех странах Но, как бы, точнее, теоретически в трех Но, по факту, в одной я буду только проездом Но это не помешает мне сделать этот влог насыщенным У меня такие на него планы, потому что у меня очень хорошее настроение Сейчас я покажу вам, где я иду По центру Еревана, точнее, я топаю в центр Наверное, сейчас территориально я не прямо в самом центре По первым впечатлениям, Ереван это копия сочей Блин, справа парка я иду по тротуару Смотрите, очень классно выглядит Мне очень тут комфортно И очень безопасно я себя здесь ощущаю Хочу вам рассказать, что я тут вообще делаю Изначально с Антоном... О, нет! Это красный светофор Короче, в Ереване очень такой непривычный для меня трафик Все ездят быстро Иногда могут не пропускать Поэтому нужно быть очень внимательной Отчасти из-за этого я не надеваю наушники Отчасти из-за того, что я просто хочу как-то понять этот город Так вот, изначально у нас был план, что мы с Антоном едем в Италию Но так как визу мне не дали, мы решили все переиграть и полететь в Таиланд Собственно, завтра ночью я уже буду туда в пути Но из-за того, что мы планировали все-таки поехать в Италию У нас был план заехать к друзьям Антона в Ереван Потому что они здесь живут И, ну, чтобы у нас не пропадали билеты Плюс очень клево там встретиться всегда Мне, в моем случае, посмотреть новый город Мы в Ереване Я уже здесь второй день Вчера у нас была такая совместная прогулка Я, Антон и его друзья Сегодня Антон улетел в Италию, потому что ему дали визу У меня соло-день Яна сохраняла себе разных... О, блин, как круто Не будем отвлекаться, но... Нет, отвлечемся Смотрите Какая-то мега красота Яна сохраняла себе кофейни Кафе Плюс со мной знакомые тоже поделились всякими местами Сейчас, ну, я буквально не знаю, куда я иду Но я уверена, что я в правильном направлении По сравнению с Петербургом, да и даже с Москвой Ереван очень зеленый Здесь южный вайп И из-за этого он мне очень напоминает Сочи Немного смесь с Геленджиком Особенно вчера, как бы, по первому впечатлению Я вообще не могла отделаться от этого чувства Я тут как будто была Хотя, конечно же, я тут не была Я заметила, что в Ереване повсюду такие цветочные лавки открытые То есть у нас я привыкла, что цветочные это больше как такой закрытый киоск И тут здорово, что можно прямо на улице полюбоваться Я добралась до оперы Это здание, не знаю, армянской оперы Боже, что вы не супростите Сейчас я уточню и расскажу На площади рядом с оперным такая немножко площадка развлечений Довчонку вайбят Само здание выглядит очень симпатично И в целом соответствует, по моим наблюдениям, армянскому стилю по постройке Короче, из-за того, что я недавно завтракала и на завтрак пила кофе У меня нет потребности в кофе И поэтому я не строю маршрут вокруг каких-то заведений Потом зайду туда, то будет ближайше Я посмотрела на оперу, показала ее вам И сейчас я иду в синюю или голубую мечеть, называется Абду Мёск На Яндекс.Картах Идти далековато, но кого-то сегодня останавливают Сейчас хочу зайти в магазин САС Он прям так называется Ребята мне сказали, что это типа местная азбука вкуса И вроде это только алкогольный Это филиал, может, и не зайду Но если будут по пути, я бы зашла посмотреть чисто из интереса Мне кажется, в супермаркет и в путешествиях тоже прикольно заходить А еще тут на улицах стоят питьевые фонтальчики Но я никогда им не пользовалась, поэтому я немного осторожно отошусь Я увидела, что через дорогу расположен какой-то музей И хочу посмотреть, что это за музей Я бы хотела зайти в какой-нибудь один, мне интересно Я прознала, это галерея, которая посвящена Точнее, там представлена работа только одного художника Эдуард Исабикен Надеюсь, я правильно прочиталась Нет, простите меня, пожалуйста Наверное, я бы хотела сходить в какую-то галерею, где побольше По разнообразнее Если будет на пути какая-нибудь интересная, то с удовольствием Сейчас пока просто иду по улице Уже я близка к мечети Осталось чуть-чуть идти, подальше у меня плана нет Но удобно, что в Яндекс-картах достопримечательности они отмечены такими большими кругляшками Можно чисто по ним по всем пройтись Кстати, о птичках В Ереване очень много вот таких клёнов Не помню, типа, конкретно название модели Но, простите, их в Сочи очень много Они мне очень нравятся Они как-то так очень освежают город Очень такие Я дошла до мечети Она выглядит вот так В Яндекс-картах написали, что от с улицы неприметный Я тоже его случайно заметила Я зайду на территорию, но вовнутрь я не пойду Посмотрим Первый раз в мечети Немного непривычно Территория очень красивая Не хочу громко говорить Мне неловко И, не знаю, в религиозных местах внимать в целом Но очень комфортно Очень красиво выглядит Такая наружу расписанная Или это мозаика Мне плохое зрение не слышу С одной стороны получается вход в мечеть А с другой стороны такой сад Я, наверное, на выход через него пройду Ой, тут розочки, фонтанчики Ой, я порчу людям кадр Очень красиво Короче, что я хотела сказать По поводу мечети Я туда не из принципа не хотела заходить А я не знаю каких-то традиций И я, короче, боюсь как-то Ну, чтобы что-то сделать не так Когда я что-то не знаю Поэтому я так осторожненько Просто прошлась по территории Вот И я сейчас выбрала себе Другую точку В которую я иду Это какой-то собор Я напишу название Как только я тут дойду Идти 20 минут И еще была идея Сходить в какое-то место Которое называется Арарат Я совсем поняла, что это по картам Но потом оттуда Условно почти одна дорога обратно Как будто бы Я вот решила пойти в кафедрол Мы вчера с ребятами играли Вот здесь в бильярд Напротив, мы заходили вот в этот магазин Я хотела поговорить про архитектуру У меня есть один поинт До того, как я приехала в Ереван Обратите внимание Видите? Все дома Что этот Что тот Вот этот Они облицованы Или я не знаю Или это прям часть постройки Короче Визуально они сделаны Из такой типа Плитки разных полутонов Огромное множество домов Тут Они выполнены именно вот так Я когда смотрела фотографии С каких-то гуглов Мне казалось, что Как-то Короче, я думала, что это Супер старые дома Но в реальности Они выглядят супер современно Так стильненько Супер аутентично И в одной стилистике Если вы заметите Все дома такие Как будто он такой Старенький Но по факту Нет Оно очень ровное Смотрите, какое хорошее Покрытие Вообще Тут можно зайти в какой-то детский парк Ну а дальше Написано, что это какой-то английский парк И я лучше зайду, наверное, в него Как-то поинтереснее выглядит А пока пройдусь по Широкой, комфортабельной улице Я вообще не так представляла Ереван У меня сейчас просто Не знаю Ну я Как-то У меня перестройка Очень классно Мне нравится, что у него есть Какая-то своя стилистика И вот он весь в ней Просто много деревьев Мне очень нравится В Петербурге Очень хватает зелени В центре Только если в парк какой-то Ну а постоянно по паркам Ты не будешь ходить А тут вот я люблю такое Когда Трава вот растет Деревья Сбоку Слева Справа Везде Я зашла в английский сад И тут планетарий Классный выглядит Фонтанчики впереди Даже Не знаю Разрываюсь какой дорогой Пойти, наверное, к фонтанчикам Мы с мамой Несколько раз съездили в Сочи И она Очень любит ходить к фонтанам И я В молодости морозилась Вот это вообще Как-то Вообще не против Класс Фонтан К тому же тут красивый Вчера здесь были с ребятами Мне кажется, это очень Здание похоже на музей Искусства Где сидели девочки Сплетницы Короче, начался какой-то дождь И я иду в кафе Чтобы от него как-то скрыться Потому что Во-первых, у меня болит нога Во-вторых, действительно мокро Я бы хотела переждать Пока он закончится Под ногами прям влажно Я дотопала до заведения Называется Лю Мэн Кофе Во дворике Таком находится Иду кушать Принесли капучино Я была удивлена Что тут Типа несколько видов зерна Которых Готовят капучино Обычно Я с тобой еще Короче, не сталкивалась Вот Сейчас немного подержусь Покажу кофейню Я заказала сэндвир с танцом Это все вышло на 4000 грамм Примерно на 5000 рублей Субтитры сделал DimaTorzok Короче, я знаю, что Вот здесь во дворе Есть прикольная кофейня Мне хочется на нее посмотреть О, мне кажется Это где ребята сидят Потому что кофе я Как-то попила уже И особо смысла пить нет Поэтому просто пройду По фотографиям Напоминало Какое-то берлинское настроение Но я там не пройду Поэтому Мне придется идти обратно Плана вообще нет Потому что такое ощущение Что я как-то Уже много где была И немного теряюсь Сейчас, наверное, выберу Просто улицу По которой пойду И там решу уже По дороге Куда дальше Какое-то место нашла Красиво выглядит Короче, суммарно За день я уже прошла 8 километров Обычно я столько не хожу Поэтому для меня Это достаточно много И я сейчас сижу на лавке И мне так здорово Пила вот водичку За 25 рублей И смотрю на улицу У меня прогулки сегодня Отчасти построены На том, что я Убегаю от дождя Потому что он Периодически начинает капать И сейчас я довольно долго Сидела на лавке Не знаю, как-то я немного Подустала, да И я уже об этом сказала Что-то я замерзла Чикубу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, я в Катаре, точнее в аэропорту У меня здесь транзит Ну я, извините, в шоке Я сначала покажу, от чего я в шоке А затем уже я расскажу, почему Вы не видели мой обзор На бизнес-лаунж Еревана И, если честно, несложно догадаться, да Короче, у меня отправление было В 3.30 и где-то В 2.47 я такая думала, ну типа надо Через 5 минут идти и шевелиться И тут, я не знаю, я каким-то чудом Разбираю свое имя и фамилию Среди слов с армянским акцентом И они такие Срочно подойдите по-русски, мне говорят Я тогда уже, знаете, я У меня сжалось очко И я полетела, как я Я такая, так очень давно не бегала Это была очень тревна Я очень нервничала Но в итоге я ничего не забыла Я, короче, бежала с ноутбуком в руках У меня буквально тряслись колени И девчонки в аэропорту там работают Они такие, да все нормально Я такая, спасибо Ну, короче, да, я на рейс успела Вроде как ничего не потеряла И вроде как даже долетела до своей транзитной точки До Катара И сюда только что я получила смс от Антона Что он тоже прилетел сюда И я, наверное, пойду туда, откуда я спустилась Чтобы его найти Я, если честно, два факта знаю, да, про эту страну Что она очень богатая И что здесь есть золотое яблоко, все Больше я про Катар ничего не слышала Сейчас, возможно, удастся соприкоснуться с страной чуть больше Инстрою не очень хорошее Кстати, летели мы в Катар Airways Мой билет из Еревана до Пхукета 170 тысяч рублей Поэтому, если бы я его... Если бы я не успела на рейс, мне было бы очень весело Но я не опоздала Смотрите, где еще можно было увидеть Эрмес И что это? И Луи Виттон В аэропорту Я еще нигде не видела Мне очень нравится Я чувствую некоторую неуверенность из-за своего английского языка Поэтому Это я не знаю Вот в моей картине мира на первый взгляд Как будто, ну, все понимают русский Я знаю, что это не так Я знаю, что это неправильно Но, типа, на уровне интуиции Я почему-то всегда стремлюсь что-нибудь на русском сказать То есть мне стюардесса говорит И начинают перечислять эти блюда Три штуки у них есть на выбор С мясом вегетариан и сладкое Я такая думаю А когда перевод? Перевода не было Я, короче, не услышала последнее И я ей говорю The third one И я не договариваюсь И она такая The third one И дает мне сладкую кашу Короче, там были какие-то хлебушки в этом заварном креме Не очень вкусные Не советую вам брать Обалдеть Мы... Я даже не знаю, что сказать Тут ходит поезд до гейта Обалдеть Сейчас мы на поезде поедем до гейта В первый раз такое... Удивительный опыт езды на поезде по аэропорту Мы нашли зеленую зону Очень здорово Еще тут водяная стена Я первый раз вижу такое количество зелени в аэропорту Ну, вообще Мы спустились вниз В эти тропики Очень жарко Очень влажно Я в штанах Вообще жарко Еще, короче, интересно, что здесь так оборудовано, что люди просто на земле сидят и отдыхают Там есть лавочки, есть те, кто просто лежат Всем привет, дорогие друзья Сегодня снимаем влог в Таиланде Мы здесь уже, ну, фактически третий день Но до этого влог я не записывала Ну, если хотелось побыть в моменте Вчера у нас был такой адаптационный день Позавчера мы вообще, в принципе, только приехали вечером А сегодня у нас уже такой Мы уже, в принципе, поняли, что куда, где Взяли машину вчера И сейчас примерно полдень И мы едем на массаж Мы остановились вот в таком месте У меня кряхтят тапки У меня такая небольшая сумочка И вот наша машина О, дождик Стоит отметить Из-за того, что тут движение Левостороннее Не такое, как у нас Тут машины праворульные Антон вчера был за рулем Сказал Мозг ломается Тут такой ландшафт Что нам постоянно нужно идти в гору Если мы идем пешком Это довольно энергозатратно на самом деле Не очень люблю хайкинг Симпатично, конечно Как? Панла спа Панла спа Мы пришли А сюда Вот, дождик Кстати, я вчера разбила коленку Такой прайс имеем И еще имеем водопадик Милая девушка нам сказала Что надо записываться Вроде как На самом деле мы не до конца поняли Потому что тайцы вроде разговаривают на английском И мы вроде разговариваем на английском Но не знаю Видимо наши зоны владения языком не всегда совпадают Но тут много мест альтернативных В принципе Можно куда-нибудь в другое место сходить Но мы сейчас пытаемся подняться по этой горе Я не люблю Но иду После того, как мы увидели в последний раз Мы приехали в наш... Короче, мы бронировали AirBnB Но это оказалось как отель Но не все включено Здесь просто есть кафе на территории Вот И мы сидим в таком ресторанчике Мы здесь завтракаем И вот сейчас решили пообедать Очень вкусно Цены вообще на самом деле не отличаются от тех Что мы видели в местных кафе В городе Через пару часов Через час, наверное, уже примерно У нас будет массаж запланирован Поэтому мы как бы полоцируемся здесь Мы заметили, что здесь из продуктовых Очень популярен магазин 7-11 И мы в него пришли Потому что у нас есть время Пока не учился массаж Сейчас я покажу Что мы тут имеем Обзор В целом Мороженое О, кстати, я люблю такое И Корнета Тоже классный Я заметила Мы были в похожем магазине Короче, здесь очень много Каких-то косметических продуктов Вот В таком формате Стоит Типа умножать Примерно на 3 То есть примерно 150 рублей И в целом Типа как тестер Окей Но не знаю Насколько это удобно И тут Ну, типа, очень много Что в таком формате есть Интересно, тут есть О, тут есть Короче, такие жилихи Продаются в Востоке Вкус Мы с Антоном любим их Надо взять Мне кажется, в отпуске очень прикольно Ходить во всякие Типа супермаркеты Потому что Это помогает Немножко так Погрузиться в Ну, не в культуру Ну, не знаю Атмосферно довольный Короче, я люблю По сути, СМН Обычный супермаркет Много всяких Странных штучек Которых у нас Нет Которые, типа, нам Непривычные Например, такие, типа К пиву И очень много Разных дошираков Вот Я бы, наверное, хотела Попробовать Какие-то местные Сладости Такие вот Не знаю Типа булочки Или что-то такое Мне вот интересно Насчет напитков Разных Тут вот Всякие Кофичи Вот Витамин С Недорого Я выбрала вот такие желешки На пробу нам Хочется еще найти Что-нибудь сладенькое Тут как-то, я не знаю Я сладости еще не ела И У меня Сахарное голодание Я хочу вот Что-то Может такое Но я не знаю Не знаю Просто я когда Что-то не опробовала Мне кажется, что Мне не понравится Я немного скептик В этом плане А вот это выглядит ничего Да и ничто Мы приехали как будто Перед началом сезона дождей Поэтому здесь Периодически капает Вот наша машина Какая-то Незнакомая марка Для нас Мы приехали на этот массаж Который мы пытались Получить Утром Нам дали попить Это чай какой-то Сейчас я его попробую За окном дождь И мы выбирали сейчас масла Я выбрала Жасмин Антон выбрал Какое-то Вот такое Что ж Расскажу просто Что произошло В течение вечера Мы сходили на массаж Нам супер понравилось Я отметила уже точку наверняка Очень хорошее место Нас накормили манго И напоили чаем Еще после массажа Еще очень приятно было И сразу после Мы поехали в старый город Я там даже, знаете Не решилась доставать телефон Какой-то Людей очень много И я подумала Что мне нужно Немного времени Чтобы освоиться С этим ритмом жизни Я его наверняка Еще покажу В следующих влогах Мы короче Ходили по старому городу И у нас была идея фикса Накупить фруктов Экзотических Да и попробовать Там на контрасте Отличать все там Например Они с Россией или нет Ну а помимо этого У меня было Непреодолимое желание Попробовать дуриан Дуриан И мы его нашли И мы его купили За 180 бат Это примерно Типа 500 рублей Условно В итоге Он короче Провонял нам Всю машину Всю квартиру Луком Мы его Я его лизнула На вкус был Как пирожок с луком Одна попробовала Сказала На вкус Как пирожок с луком Короче Интерес отпал И нарезанные фрукты Мы больше теперь Покупать не будем Потому что Как-то Короче Лучше самим Раздобыть нож Через несколько дней Мы съедем На другую виллу Там уже будут Приборы Это будет Типа как Airbnb А не коктейль Там можно будет готовить Там мы Короче Займемся Поеданием Тропических фруктов Последний кадр В этом влоге Но Не Последний влог Из Таиланда Потому что Мы тут остаемся До 31 числа И я точно Еще что-то Обязательно Выложу Потому что Я хочу запомнить В видеоформате Это путешествие тоже Хотела сказать вам Большое спасибо За то что У нас на канале Уже тысяча человек Довольно Большой шаг Для меня Прикольно Получилось Потому что Я особо Не планировала Ничего такого Ну то есть Как бы у меня не было Какой-то цели Привязанной к дате А тут за 5 месяцев Все Короче Такое получилось Спасибо вам большое Что смотрите И Хорошего вам настроения До встречи в новых видео Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова